Бехеда 20, 191, Деяние 9, 10. В Дамаске был один ученик имени Манания, и Господь в видении сказал ему, «Анания!» Он сказал, «Я Господи!» Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Торсяина по имени Саввала». Он теперь молится. Почему кого-либо из верховных апостолов не призвал и не посылал Господь для оглашения Павла? Потому что ему следовало быть введено в церковь не людьми, но самим Христом. И этот Анания ничего не научил его, ничему, а только крестил. По крещении же он, Павел, тотчас получил великую благодать Духа за ревность и великое усердие. Впрочем, и Анания был из числа весьма известных. Это видно как из того, что Господь, явившись, говорит ему, так и из того, что он отвечал в словах Господу. «Я слышал от многих о всем человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. Если он возражал Господу, тем более сделал бы это, если бы Господь послал к нему ангела». Поэтому и прежде того Филиппу не было открыто будущее, но только является ему ангел. А потом Дух повелевает подойти и пристать к колеснице. Здесь же прежде всего Господь освобождает от страха и как бы так говорит. «Вот он молится, он слеп, и ты страшишься?» Так спрашился и Моисей. Но это слова только боящегося, а не верующего. Выслышали и самые слова. «Господи, я от многих слышал о всем человеке». «Что ты говоришь?» «Бог говорит, а ты сомневаешься?» Так они еще не знали силы Христовой. «И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя твое». Откуда это известно? Вероятно, они, находясь в страхе, разузнавали. Говорят, что это Анания не потому, будто Христос не знал того, но потому что недоумевал, как при таких обстоятельствах возможно исполнение повеления. Так и в другом время ученики говорят, и кто же может спастись. Но посмотри, что сделано, чтобы Павел поверил тому, кто придет к нему. Он видел в видении мужа, который предвозвестил ему об этом. Он молится, говорит Господь, поэтому не бойся. Для чего же он не говорит ему о происшедшей перемене в Павле? Для того, чтобы научить нас не говорить о наших добродетелях. А более, потому что видит его в страхе. Не сказал и так. Тебе он поверит, но что встань и иди. Ибо он в видении видит мужа, который возложил на него руку. В видении. Потому что он был слеп. И это великое чудо не убедило ученика. Так он спрашился. Но, несмотря на то, через него Бог возвратил зрение Павлу, бывшему слепым. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Не только будет верующим, говорит, но и учителем. И с великим дерзновением будет говорить перед народами и царями. Так, говорит, возрастет это учение, что и народы, и все цари покорятся ему. Ананя пошел и вошел в дом и возложил на него руки и сказал, брат Саввл, «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Тотчас же располагает его к себе названием брата. «Иисус, явившийся тебе на пути, говорит, этого Христос не сказал ему, но он узнал о том от Духа. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав крестился, и приняв пищу, укрепился, и был встав несколько дней с учениками в Дамаске. Как только возложил на него руки, так тотчас чешуя и отпала от глаз его. Это чешуя, говорят некоторые. И была причиной слепоты его. И почему Господь не ослепил глаз его? То и было более удивительно, что он не видел с открытыми глазами. В таком же состоянии он находился под законом, пока не было возложено на него имя Иисусова. И тотчас крестился и, приняв пищу, укрепился. Он изнимал как от путешествий, так и от страха, а равно от голода и от скорби. И желая усилить эту скорбь его, Господь попустил ему оставаться слепым, пока не пришел Анания. А что бы кто ни подумал, будто слепота его была только воображаемая. Для того чешуя. Следовательно, он не имел нужды в каком-либо другом научении. Но случившееся было научением. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Смотри, тотчас же он взялся учителем в синагогах. Не стыдился перемены, не боялся разрушать то, чем прежде славился. И не просто был учителем, но и в синагогах. Таким взялся человек, вначале причинявший смерть и расположенный к убийству. Видишь ли, какое явное знамение совершилось на нем. Этим самым он и удивлял всех, как показывает писатель. И все, слышавшие, удивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и везти к первосвященникам. А Саул более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Христос, как опытный в знании закона, он заграждал им уста и не попускал говорить противное. Они думали, что освободившиеся Стефана избавились от подобных состязаний, но встретили другого, сильнее Стефана. Стефана 193. Отгоняет страх Анании и внушает ему смелость, представляя, как Павел будет предан ему до того, что и претерпит многое. Словом, сосуд показывает, что злоба его не была естественная. Прибавляет избран, чтобы показать, что он благоугоден ему, так как мы избираем благоугодное. Слыша это, да не подумает кто-либо, что Анания говорит это, потому что не верит сказанному или полагает, что Христос не ведает правды. Да не будет. Но, услышав имя Павла в страхе и трепете, он не внял сказанному, как страх овладел душой его при имени Павловым, хотя после того, как он услышал, что Господь ослепил его, ему следовало быть смелым. И здесь, говорит, для того пришел, как бы так, говорит, боюсь, чтобы он как-нибудь и меня не отвел в Иерусалим. Для чего же ты извергаешь меня в пасть, льва? Для чего предаешь меня ему? Он страшится и говорит так, чтобы мы вполне узнали добродетель этого мужа. Если это говорилось иудеями, то это нисколько неудивительно. Если же и им, и при том с таким страхом, то это служит величайшим свидетельством силы Божией. Саввл, брат, веки великий страх, и еще больше послушания после страха. Затем, чтобы после слов сосуд избранный ты не сказал, что все это дело Божие. Господь, удаляя от него такую мысль, прибавляет следующее. Который пронесет имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. Она не услышал то, чего сильно желал, что Павел противостанет и иудеям. Поэтому исполняется не только радость, но и дерзновение. Я, говорит Господь, покажу ему. Эти слова и пророчественные, и вместе увещательные. Если тот, кто так неистовствовал, готов перенести все, то как этому не хотел крестить его, не хотеть, чтобы он прозрел? Хорошо, говорит Анания, пусть он останется слепым. Он ныне кроток, потому что слеп. Зачем же ты повелеваешь мне отверстить очи его? Не для того ли, чтобы он опять связывал верующих? Но не убойся того, что будет отвечать Господь. Прозрением он будет пользоваться не против нас, а за нас. К тому прибавляет, что он прозрит. Надо бы напевать еще и это. Не бойся. Он не сделает вам никакого зла, но еще сам пострадает много. И то удивительно, что он прежде пострадает и тогда пойдет на опасности. Саввл, брат, не сказал, что ослепивший, но явившийся тебе. Так выразился он смиренно и не сказал чего-нибудь тщеславного. Подобным образом и Петр говорит охромом, что вы смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали его, что он ходит. Так же и он, Иисус, явившийся тебе, говорил это, возложив руки, и сугубая слепота разрешилась. Когда же писатель говорит, и приняв пищу, укрепился, то показывает, что он изнемог от скорби по причине слепоты, и от страха, и от голода. Он не хотел принимать пищи, да то ли пока не крестится, и вместе с тем получить великие дары. Не говорит она, не Иисус распятый, Сын Божий, творящий знамение. Ну что, явившийся тебе, то, что Павлу было известно, подобно тому, как и Христос, ничего больше не прибавил и не сказал. Я распятый, воскресший, но которого ты гонишь. Не сказал, Анания, тот, которого ты гнал, чтобы не показаться разгневанным и насмехающимся. Явившийся тебе, говорит, на пути. Он сам не был виден, но явился делами. Желая смягчить жестокость этих слов, тотчас прибавляет, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. Я пришел, говорит, не обречать бывшее, но преподать дар. Мне кажется, что он, Павел, подобно тому, как и Корнили, тотчас по произвещению этих слов сподобился Духа, хотя преподававший и не был из числа двенадцати. Так все, касающееся Павла, было нечеловеческим и совершалось не через человека, но сам Бог был совершителем. А вместе с тем, Бог научает его смирению тем, что не приводит его к верховным апостолам, и показывает, что здесь нет ничего человеческого. Он не сподобился Духа, творящего знамение, чтобы через это явилась вера его, так как он тогда не творил чудес. И тотчас, говорит, стал проповедовать Христа, что сей есть Сын Божий. Не проповедовал, что воскрес или что он жив, но что? Весьма точно излагал догмат, что сей и есть Сын Божий. А они же, слыша это, остаются в неверии между тем, как надлежало не только веровать, но и ужасаться. И почему они говорят не просто, что он был гонителем, но что он и есть тот, который гнал нарисающихся, называющихся именем Сим? Они выражают этим крайнее неистовство. И не сказали Иисуса, не желая по ненависти даже слышать этого имени. Так они были ожесточены. И здесь для того же пришел. Не может сказать, говорят, чтобы он прежде обращался с апостолами. Смотри, сколько свидетельств того, что Павел был из числа врагов Христовых. Он же не только не стыдился этого, но и хвалился. Сав уже более и более укреплялся и приводил иудеев в смущение. Заграждал им уста. Не попускал сказать что-нибудь противное, доказывая, что сей есть Христос. И уча этому, потому что он тотчас же сделался учителем. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Опять иудеи прибегают к жестокому умыслу. Но уже не ищут клеветников, обвинителей и лжесвидетелей. Они не хотят иметь их. А что? Действуют наконец сами собою. Они увидели, что дело возрастает, потому не производят и суда. Но Сав узнал об этом умыслив. Они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Почему? Потому что это было для них невыносимее всех уже прежде бывших знамений, с пятью тысячами, с тремя тысячами обращенных ко Христу. И всех вообще. И смотри, теперь он спасается не благодатью, но человеческой мудростью. Чтобы ты понял добродетель этого мужа, прославившегося и без чудес. Ученики же ночью, взявшие его, спустили по стене в корзине. Так и следовало, чтобы дело не было замечено. Что же? Избегнув такой опасности, остается ли он спокойным? Нет. Но уходит туда, где мог еще более возбудить их. Многие. Еще это казалось невероятным, что он точно уверовал. Оттого это и происходило спустя довольно дней. Что же это значит? Вероятно, он сначала не хотел выходить оттуда, как многие, может быть, просили. Когда же узнал о замысле иудеев, тогда позволил ученикам своим спустить себя. А он уже имел учеников. На это указы он сам говорит. В Дамаске языческий князь, ареты царя, стерег город Дамаск, чтобы взять меня. И смотри, как евангелист не говорит ничего тщеславного. И не восхваляет Павла. Но только что они возбудили к тому царя. Итак, они спустили его одного и с ним никого. Это также не напрасно. Так что он сам мог явиться к апостолам в Иерусалиме. Или лучше они спустили его, чтобы он затем искал себе спасение. А он сделал противное, отправившись прямо к неистоствующим. Так он воспламенился, так сильно горел. И посмотри, как он следует Христу с первого дня, соблюдая заповедь, которую слышали апостолы. И кто не берет креста своего, идет вслед меня. То самое, что он пришел после прочих, делало его ревностнейшим. И на деле здесь исполнилось сказанное. Кто кому много прощается, тот много и любит. Так что, чем позже он пришел, тем больше возлюбил. Потому, осуждая прежние свои жизни, часто упрекая себя, он ничего не считал достаточным для заглаждения прежнего. Который противоречил, говорит писатель, то есть он уучил скротостью. И смотри, они не говорят ему, ты был гонителем, для чего же переменился. Они стыдились говорить это, вместо того совещались между собою. Иначе он гораздо справедливее сказал бы им, это-то особенно должно вразумить вас, как он защищался перед Агриппою. Будем, увещевая вас, подражать ему и мы. И будем готовы на все опасности. Как же скажут, он обратился в бегство. Это он сделал не по трусости, но сохранял себя для проповеди. Если бы он страшился, то не пошел бы в Иерусалим, не стал бы тотчас же учить, а ставил бы ревность. Но он действовал не по страху, а по благоразумию. Он научен был страданиям, Стефана. Поэтому он не считал великим умереть за проповедь, если это не соединялось с великой пользой. Это муж, который не хотел даже видеть Христа, которого теперь более всего желал бы видеть, когда еще не было исполнено служение его людям. Такова должна быть душа христианина. Характер Павла выразился с самого начала и с первого шага его поприще. А лучше сказать, я ищу и прежде этого. А что он делал не по разуму, то делал, руководствуясь рассуждениями человеческими. Если спустя столько времени он не хотел разрешиться от жизни без пользы для других, то тем более в начале деятельности, когда лишь только вышел из пристани. Христос не избавляет его от опасности, но попускает, потому что желает, чтобы многое совершалось и человеческим благоразумием. С другой стороны, попускает для того, чтобы научить нас, что и они были люди, и что не всегда все совершало благодать. Ведь если бы этого не было, то можно было бы уподобить их просто деревьям. Поэтому многое и сами они совершали своими действиями. Будем так поступать и мы. И так же будем пищить о спасении братьев. Это не ниже мученичества. То есть, чтобы не отрицаться ни от каких страданий для спасения многих. Ничто так не благоугодно Богу. Опять скажу то, чего я часто говорил. Скажу, потому что сильно желаю этого. То же делал и Христос, научая прощению обид. Он говорил, когда вы молитесь, то прощайте, если что имеете на кого. Еще, беседая с Петром, сказал, не до семи раз, но до седми же семидесяти раз. И самым делом отпустил все, что было сделано против него. Так и мы, зная, что в этом цель христианства, непрестанно говорим об этом. Нет ничего холоднее христианина, который не заботится о спасении других. Здесь ты не можешь извиняться бедностью. Положившая две лепты облечить тебя. И Петр говорит, серебра и золота нет у меня. А Павел был так беден, что часто голодал и не имел необходимой пищи. Не можешь извиняться незнатностью. И они были незнатны и неознатны. Не можешь указывать на неученость. И они были неученые. Хотя бы ты был рабом, хотя бы беглецом. И тогда можешь исполнить свое дело. Таков был Иоаннисим. И однако смотри, к чему призывает его Павел. И в какое возводит достоинство. Чтобы общники были мне, говорит он, в узах моих. Не можешь извиняться немощью. Таков был и Тимофей, часто страдавший недугами. А что он был немощен, послушай, впредь пей не одну воду, но употребляя немного вина ради немощи, желудка и частых твоих недугов. Каждый может быть полезным ближнему, если захочет исполнять, что от него зависит. Не видите ли бесплодных деревьев, как они крепкие, как красивые, рослые, гладкие и высокие. Но если бы у нас был сад, то мы захотели бы выше иметь плодоносные гранатовые или масличные деревья, нежели их, потому что они доставляют только удовольствие, а не пользу. Хотя, впрочем, бывает и от них некоторая малая польза. Таковы те, которые заботятся только о самих себе. Или даже еще хуже. Они годны только на сожжение. Тогда как те деревья годны и на постройку, и для украшения, и хранения в них вещей. Таковы были те девы, хотя чистые, украшенные и целомудренные, но никому не приносившие пользы. Поэтому они и осуждаются на сожжение. Матфея 25. Таковы были ненапитавшие Христа. Заметь, никто из них не осуждается за собственные грехи. Ни за прелюбодеяние, ни за клятого преступления, вообще ни за что. Но за то, что не был полезен другому. Таков был зарывший талант землю, безукоризненный по своей жизни, но бесполезный для другого. И как такой может быть христианином? Скажи мне, если закваска, смешанная с мукой, не сообщает своего свойства всему смешению, то закваска ли это? Также, если мира не сообщает благовония приближающимся, то можем ли мы его назвать миром? Не говори мне, невозможно помогать другим. Если бы ты был истинным христианином, то невозможно было бы этому не быть. Как то, что составляет свойства вещи, не может быть противно ей, так и здесь. Потому что это составляет свойства христианина. Не оскорбляй Бога. Если бы ты сказал, что солнце не может светить, то оскорбил бы его. Если скажешь, что христианин не может приносить пользу, то даже оскорбишь Бога и назовешь его лживым. Потому что скорее солнце не будет ни греть, ни светить, нежели христианин не просвещать. Скорее свет сделается тьмой, нежели будет это. Не говори же, что невозможно. Невозможно противоположно этому. Не оскорбляй Бога. Если мы хорошо исполним, что зависит от нас, то, без сомнения, будет и это как естественное следствие. Не может утаиться свет христианина, не может сокрыться светильник столь светлый. Не будем же нерадивы. Как от добродетели происходит польза и для нас, и для облагодетельствованных нами, так и от злобы происходит сугубый вред. И для нас, и для озлобляемых нами. Пусть, например, какой-нибудь человек простой терпит от другого бесчисное множество зол, и никто за это пусть не мстит, но даже пусть благодетельствует ему. Какого наставления это не будет сильнее, каких слов, каких увещаний, какой ярости это не смягчит и не угосит. Итак, зная это, возлюбим добродетель, потому что невозможно спастись иначе, как проводя настоящую жизнь в таких добрых делах, чтобы сподобиться и будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok